Одной из важнейших тем переговоров глав дипломатии Украины и ЮАР стала продовольственная безопасность. Уничтожением сельскохозяйственной инфраструктуры Украины Россия создала угрозу голода в ряде африканских стран. В ЮАР за последний год значительно повысились цены на продовольствие. В июле президент страны лично призывал Путина вернуться в зерновую сделку и отверг попытку Кремля откупиться сравнительно небольшой продовольственной помощью. По словам экспертов, Украина сейчас может снизить российское влияние на континент. Очень важно наращивать экономические отношения с ЮАР, наращивать дипломатическое присутствие. Визит министра иностранных дел будет освещаться. И это также, опять же, дополнительное присутствие Украины и в информационном поле Южной Африки. Здесь, скажем так, есть возможность и для ЮАР сыграть свою большую роль на африканском континенте, на международной арене, и для Украины, соответственно, скажем так, возможность получить союзников. Кроме того, стороны обсудили возвращение украинских детей, которых Россия похитила на временно оккупированных территориях, развитие торговли и сотрудничество Украины и ЮАР в международных организациях. Дмитрий Кулеба также провел встречу со студентами и преподавателями университета Притории, а также принял участие в открытии виртуальной реалити-выставки «Жизнь на войне» о последствиях российской агрессии против Украины в Центре искусств при университете. В прошлом году мы дали старт украинско-африканскому ренессансу для возрождения и укрепления отношений между Украиной и африканскими странами. «Единственный регион в мире, где мы открываем новые представительства, в то время как мы испытываем огромные экономические трудности, вызванные российской агрессией против Украины, это Африка. Думаю, мы бы не делали этого, если бы не уважали регион, страны и потенциал этих отношений». Страны Евросоюза также пытаются укрепить связи с Африкой. Так, премьер-министр Чехии Петр Фиала и представители более 20 чешских промышленных компаний совершают турне по африканским странам с целью укрепления экономического сотрудничества. Делегация посетит Эфиопию, Кению, Нигерию, Гану и Кот-де-Вуар. «Европа дистанцировалась от Африки, и этим воспользовались Россия и Китай. Африканские страны обладают огромным экономическим потенциалом и множеством возможностей. Мы должны перестать рассматривать этот континент как нечто неинтересное и далекое для нас». Петр Фиала, премьер-министр Чехии. В комментарии Национальному информационному агентству Чехии. «Визит Дмитрия Кулебы в ЮАР развивает африканскую стратегию Украины, которую запустили в 2022 году. Она предусматривает открытие новых дипломатических и торговых представительств Украины в странах Африки, а также увеличение числа контактов по линии лидеров и топ-представителей стран. Ранее глава украинского МИДа уже совершил три поездки в страны Африки. ЮАР стала 12-й страной континента, которую посетил Кулеба.